Новогодние каникулы могут спровоцировать очередную волну коронавируса. Так считают и в областном Роспотребнадзоре, и в Минздраве. Причины очевидны. Ограничения ослабли, учреждения общепита заработали в прежнем режиме, активно проходят массовые мероприятия. Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса после праздников. Не исключено и проникновение нового, наиболее заразного штамма омикрон. Этот штамм очень контагиозный. Инкубационный период у него меньше, чем у других штаммов, которые в настоящее время пока в Российской Федерации регистрируются. Очень большая скорость распространения. И, соответственно, больной становится заразным буквально через несколько часов после заражения. Многие страны уже познакомились с новой разновидностью коронавирусной инфекции. В Ульяновской области омикрон пока не выявлен. Однако это может стать вопросом времени. Омикрон отличается не только высокой заразностью, но и тяжелым течением у непривитых пациентов. Главное оружие в борьбе с новым вирусом, как отмечают медики, вакцинация. В настоящее время четко доказана эффективность вакцины «Спутник-5». И, соответственно, также бустерные вакцины «Спутник-Лайт» в отношении данного штамма. Если говорить конкретно о Ульяновской области, по вакцинации лид 60+. У нас, по большому счету, каждый третий только вакцинирует 60+. И это самая уязвимая категория. И в настоящее время порядка 80% пациентов, находящихся на стационарном лечении, это пациенты 60+. По другим вакцинам сейчас также проводятся исследования. Чтобы вакцинироваться, можно не ждать окончания выходных. Привычные кабинеты работают и в праздничные дни. Ознакомиться с расписанием их работы можно на сайте областного Минздрава. «Мы хотим в очередной раз призвать всех наших жителей максимально внимательно относиться к соблюдению противоэпидемических мер, а именно ношению масок, соблюдению социальной дистанции, обработке рук, обработке поверхностей дезинфицирующими средствами. И также привиться». Продолжение следует...